МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Люди, которые нам помогают, сейчас сами, как никто другой, нуждаются в помощи. Речь идёт о наших медиках. В условиях острого дефицита самых необходимых средств защиты команда Николая Скорика от политической партии «Оппозиционная платформа за жизнь» доставила в Одесскую областную больницу необходимые медицинские материалы. Я обратилась к нашей политической силе за помощью. И в чём услышала ответ? Только да, позитив. Мы все сбросились, все кинулись. Николай Скорик всю команду подключил к этому вопросу, чтобы помочь этой больнице. Областную больницу закрывать нельзя ни в коем случае. Народный депутат Украины Николай Скорик вместе с однопартийцами от «Оппозиционной платформы за жизнь» доставили и передали медперсоналу Одесской областной клинической больницы тысячу респираторов, 10 тысяч пар перчаток, 12 тысяч пар бахил, тысячу медицинских шапочек, 200 халатов и 300 защитных очков. Я очень благодарен партийцам партии «Оппозиционная платформа за жизнь» в Одесской области, которые откликнулись на просьбу руководства больницы и собрали эту помощь. Это только начало, не часть работы, потому что такая же работа идёт практически по всем районам нашей области. Наши депутаты областного совета работают в тесном контакте с местными лечебными учреждениями. Вы слышали слова главврача больницы, действительно нету практически ничего. На самом деле такую помощь сложно переоценить, ведь сегодня многие медучреждения, как города, так и области, сталкиваются с тотальным дефицитом столь необходимых медицинских материалов, не говоря уже о лекарствах или элементарных средствах защиты для самих медиков, людей, которые сейчас находятся буквально на передовой, тем, кто рискует своей жизнью ради нашего здоровья. К сожалению, приходится констатировать, оказываемой государством помощи совершенно недостаточно, чтобы обеспечивать больницы и персонал всем необходимым. Во-первых, хочу сказать слова благодарности оппозиционной платформе «За життя» и лично депутату Верховной Рады Скорику Николаю Леонидовичу за те подарки, которые мы сегодня получили. С учётом нашего сегодняшнего обеспечения, это очень дорогой подарок. Спасибо ещё раз большое. Это как раз то, в чём мы прежде всего нуждаемся. Это средства защиты персонала и медикаменты. К сожалению, несмотря даже на то, что у нас есть нам выделены бюджетные деньги, сегодня в нашей стране провести процедуру закупки очень сложно, так как даже если что-то у каких-то компаний появляется на складах, то мы не успеваем за теми, кто приходит и покупает отзазналичные деньги. У нас уже сорвалась масса процедур. Утром всё, да, договорились, а к вечеру, извините, у нас уже купили. Со своей стороны народный депутат Украины Николай Скорик пообещал оказывать помощь не только Одесской областной клинической больницы, но и районным медучреждениям. Мы будем продолжать контактировать. Действительно, мне кажется, что нужно максимально убрать политическую составляющую из этого, всем объединиться, действительно прислушиваться к медикам, потому что Одесская областная больница – это одно из лучших учреждений, я, может, прошу прощения за папа, в стране. И задача, мне кажется, в условиях эпидемии, скажем, опять же, это толчок к восстановлению той медицины, которая была в своё время, и соответствующее вложение средств, а не уничтожение всего того, что есть, под разговоры, а красивые разговоры о борьбе с коронавирусом. Коронавирус – это страшное зло. Я уверен, что мы вместе, вся страна, объединившись, преодолеет это. А, скажем, ещё раз повторюсь, вместе с водой нельзя выплеснуть ребёнка. Мы должны, наоборот, использовать эту ситуацию для того, чтобы усилить и Одесскую областную больницу, и другие лечебные учреждения области. Помогая людям в белых халатах, мы помогаем себе. От того, насколько сегодня защищены наши медики, зависит, насколько защищены все остальные граждане. Представители политической партии «Оппозиционная платформа за жизнь» намерены и дальше делать всё возможное, чтобы медики были готовы дать отпор страшной эпидемии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова